Мы хотели бы начать эту церемонию с того, чтобы вспомнить одного человека, которого тоже увели однажды, и именно поэтому его сегодня нет с нами. Пока. Пока. Он обязательно к нам вернется. Для вручения премии в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека», которая вручается Аюбу Салмановичу Тетеву, мы приглашаем сюда Сергея Адамовича Ковалева и коллегу Аюбу Олегу Петровичу Арлова. Аюб просил меня передать следственному изолятору, что он благодарен за эту премию. Он подсчет и горд, что его работа в правозащите страшно вспомнить. Сколько он? Он, наверное, 18 лет работает в правозащитном центре мемориалта. Вот эта работа отмечена. Понимаете, Аюб вообще очень сильный человек. Очень сильный и духовно, и физически. Но в тех условиях, в которых он оказался, конечно, любая поддержка очень важна. И вот это для него действительно заметная поддержка. Может быть, ей надежда не очень большая, но она должна быть у всех у нас. Что мы его вскоре встретим на свободе, обнимем и лично поздравим. Все вместе. К сожалению, с нами сегодня нет Аюба Титеева по объективным причинам. Но мы очень надеемся, что он скоро к нам вернется. И когда эта церемония готовилась, мы очень переживали, что еще один человек, который совсем недавно тоже столкнулся с этой, сложно сказать, правоохранительной системой, и мы очень боялись, что он не сможет к нам присоединиться, но он сегодня здесь, к счастью. И мы очень рады, что нам выпала эта большая честь. Приветствую сегодня в зале Юрия Алексеевича Кривенкова. Кривическая группа, прямо скажу, с ликованием сердца, это должна была сделать Людмила Михаиловна, которая сегодня, к сожалению, нет, вас награждает. Очень хорошо. За вашу желание. Спасибо большое. Я считаю, что не должно быть безымянных могил. Ни военных, ни довоенных, ни послевоенных. У каждого человека, который похоронен не в море, а должна быть могила, чтобы к ней могли прийти его внуки, правнуки и так далее. Вот, наверное, самое главное. И мне очень не нравится, когда у нас находятся могилы десятков, там, тысяч людей, которых власть посчитала ненужными, вычеркнула из жизни и запретила их поминать. И раньше испытывал уважение к тем людям, которые составляют ядро Кельсинской группы Московской. Это действительно в некотором роде мои учителя, потому что на их примере я воспитывался в молодости. Что почувствовал? Наверное, что та работа, которой я занимаюсь, она нужна не только нашему народу, но и нашему государству. По той простой причине, то, что сегодня делает московская Кельсинская группа, завтра или послезавтра, но будет делать государство. Эти ребята идут просто впереди и прокладывают путь. Другого пути просто в Россию. Редактор субтитров А.Семкин